Как этот раритет оказался в Самаре, история умалчивает. Первое упоминание о нем возникает в 50-е годы прошлого века. И, по словам экспертов, это трофей Великой Отечественной войны. После долгих путешествий старый немецкий планетарий Карла Цейса стал использоваться в Куйбышеве. В кабинете астрономии детского центра «Поиск» проходили астрономические лекции и демонстрации аппарата. Приезжали на экскурсии школьники не только из Самары области, но и из других городов. Несмотря ни на что, на то, что ему практически 60 лет, он в рабочем состоянии находится. Поэтому, пожалуйста, проводить лекции, экскурсии для студентов, для школьников, а для школьников и студентов из других городов, пожалуйста, практическая цель. Звездное небо – это навигация, плюс мировоззрение, образование. И это очень важно для развития подрастающего поколения. Планетарий Карла Цейса показывает почти 5000 звезд. Уникален тем, что входит в самую первую серию, запущенную в производство 100 лет назад. В 1923 году, рассказывает Эльза Медведева, много лет возглавлявшая детское научное общество «Алькор». Уникальность его в том, что это действительно оптический аппарат. Вот видите такие вот здесь оптические части, да? Там стоит лампочка 12 вольт и пластиночки с точечками. Эти точки повторяют фигуры подсозвездий. Лампочка загорается и, извините, потом на потолке появляется все созвезды. То есть искусственное небо. Планетарии одно, звезды видно даже днем. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Эльза Яковлевна ведет активный образ жизни. Именно ее стараниями 100-летний планетарий сегодня переезжает в музей «Самара космическая» на постоянное место жительства. Сотрудники музея подготовили для экспоната самое лучшее место. Мы очень благодарны Эльзе Яковлевне. Все экспонаты для нас очень дорогие. Особенно уникален, конечно же, этот планетарий. Мы будем здесь проводить лекции. Для нас это большая ценность. Эльза Медведева мечтает и активно продвигает идею о том, чтобы раритетный планетарий зажег свой волшебный фонарь в стенах музея 21 октября 2023 года ровно через 100 лет после того, как люди впервые увидели проекцию звездного неба через только что изобретенное устройство. Уникальный оптический аппарат «Карл Цейс», способный воспроизводить точную копию звездного неба, обретает свою вторую жизнь в день столетия своего создания. Он займет достойное место в экспозиции музея «Самара космическая», а позже переместится в самарский планетарий, когда тот будет построен. Елена Чернявская, Константин Головин. События.